Привет! Сегодня мы с нуля напишем трек-тизер Моргенштерна. Я уверен, что это лучший открывающий трек за все его прошлые альбомы. И если тебе есть что сказать по этому поводу, то, конечно же, пиши в комментариях. Начинается этот тизер Штерн с такой нуарной трубы и очень прикольных струнных, с которых мы и начнем, чтобы было поверх чего писать трубу. Добавим целло из Spitfire Solo Strings, и я сразу переключу ее вот в этот режим, чтобы она звучала помягче, потому что это звучит жестче. Включаем метрономы ожидания, включаем запись, жмем пробел и играем. Я подпишу аккорды, потому что я недостаточно многозадачен, чтобы их и играть, и называть. Вот такая партия, только я сыграл ее в два раза быстрее, чем она играет в треке, поэтому продлеваем ее на 32 такта. Теперь мы можем клонировать контакт и переключиться на виолу. Вот нажав вот на эту стрелочку, тоже переключаем ее в этот режим, и одному налево, другое направо. С помощью параметра динамика можно выровнять ее громкость, и мы получили офигенно широкие струнные. Теперь время нуарной трубы, и это Session Horns Pro, Solo Instruments и Mute Trompette. Чтобы нам было приятнее на нем играть, и чтобы он стал более нуарным, надо его обработать. Во-первых, срежем вверх, добавим чуть-чуть тела, включим дилей. В районе 16% Dry Weight, включаем пинг-понг. На Shimmer'е включим Concert Hall. Ну побольше поставим микс, потому что он все-таки практически солирует. И на Valhalla Vintage Verbe просто микс убавим до процентов тоже 13, а на струнных просто Vintage Verbe с миксом 37%. Еще у нас струнные вступят на целый такт попозже, потому что вначале у нас ту-ду-дун есть на нашем нуарном тромпете, так что оставим вначале пустое место. Снова включаем ожидание, включаем запись, жмем пробел, начинаем играть. И дальше ту-ту-ту-ту-ту. Еще этот трек, по-моему, отсылается к звучанию Дрейка. Первая его часть напомнила мне интро с альбома 21-го года. Вторая часть трек Energy с микс-тейпа и Fury Denny's It's Too Late. И один уловил эти параллели. Также тизер очень крут своей концептуальностью. Он не только буквально тизерит треки с альбома, но еще и очень атмосферно дает ретроспективу пути Алишера до этого альбома. Выступая тизером всего прошлого творчества. Даже основной инструмент первой части это мягкая медленная труба, напоминающая саундтрек к нуарному фильму. А во второй части это снова труба, но уже очень яркая и быстрая. Основную трубу мы тоже возьмем из Sation Horns Pro, только из другого раздела, там где инструменты играют пачкой. Нам здесь нужен пресет Echo Horns. И играет что-то типа... Ноты D, C, B, C, D. Только они будут играть коротко, кроме последней ноты, которая будет тянуться до конца четырех тагов. И там вот эта тянущаяся нотка, она такая... Звучит. Это нужно сделать с помощью артикуляции. Они вот здесь переключаются, вот сюда жмем. Но это коротко, поэтому жмем сюда и выбираем то же самое, только с четырьмя битами. Нам нужно нажать на D1 в тот момент, когда звучит эта длинная нотка. C1 это обычный режим, D1 это длинный режим. Я не могу не напомнить, что проект вот этого бита вскоре можно будет скачать, как только этот видос наберет 3000 лайков. Проект, который получится в финале этого видео, я выложу в своем телеграм-канале. Так что, если вы хотите поковыряться вот в этом проекте, то ставьте лайк под этим роликом. К слову, прошлый проект, то есть про Моргенштерн-шех, я уже выложил опять же в своем телеграм-канале. Вы можете перейти туда, скачать проект и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Этот тромпет мы обработаем таким же набором плагинов, только единственное, вернем ему весь верх, который мы у него забрали. Немножко убавим микс на ишиммере и на Вальхали Винтаж Верр. Переключим дилей в одну четверть, чтобы вот этот хвост максимально долго тянулся. Нота кончилась и хвостик тянется. Еще в треке есть какие-то синтовые колокольчики, я решил взять их из пигментов. Пресет Car Splash, я его регулярно использую. Единственное, нам нужно переключить в поле, то есть чтобы он не был монофоническим, а был полифоническим. Его невероятно сложная партия звучит вот таким вот образом. Жмем Ctrl-B и здесь опускаем на С. Но он там очень стерео, и чтобы это стерео создать, нам нужен плагин KHS Ensemble. Переключим здесь на 4 войса. Уже довольно-таки стерео. Еще ему можно добавить пространство вот таким ревербом. Микс на 12%, задрал срез низа, готово. И вновь напоминаю, что недавно у меня вышел принципиально новый видеокурс по битмекингу в FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет и новичкам. То есть, если ты вообще ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно сможешь написать свой первый бит. Этот видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Набор ударов в треке критически простой. Начнем, как обычно, со снэра. Мне захотелось сделать вот такой лейер. Более жесткий снэр к нему прилейрить, его немножко убавить, и мы можем немножко попутить shift и найти такое положение, где эти два снэра наилучшим образом друг с другом сочетаются. Хай-хейты это снова самая интересная ритмическая часть этого бита. Есть несколько пробежечек. Первая просто невероятно быстрая, она звучит как-то вот так, типа вот вообще вот так. Затем на одной трети у нас в конце уже первого такта. Затем на одной трети сразу после второго снэра Ctrl-U тоже. А вот это у нас дублируется вот сюда на снэр. А в конце этого такта у нас на одной второй тоже нарастание громкости. Теперь Ctrl-B еще на 4 такта. Вот здесь Ctrl-U, вот такая штучка. Заканчивается все вот так вот. Один звук, Ctrl-U на одной трети, нарастание громкости. И вот эти звуки ниже на несколько полдонов. Вот такой паттерн хай-хетов. В 808 почти все время фигачит на ноте B. Звучит вот так, вот так. Потом Tu-Tu-Tun вот здесь. Снова вот так, вот так. И раз в 4 такта он опускается на нотку Lia с помощью слайд-ноты. В следующих 4 тактах вместо Tu-Tu-Tun просто Tune-Tune, то есть средний звук мы убираем. Кик у нас будет звучать точно так же. Просто слайд-нотки убираем, поднимаем на ноту C, Shift-D. Создал санканал для ревера ударных, задрал ему срез низа. И вот один стерео контрол, сейв бас и немножечко еще расширим. Отправим туда. В общем-то не так уж и много снейра и хета и все. На бас я закинул Little Radiator. По-моему он тут просто необходим. Но если отключим, хит чуть убавим и микс. Вот как-то вот так. Немножко сатурации Clean Tube на инструменты. Чуть-чуть подрежем им низ и все. Ну и можно их чуть-чуть пошире сделать. Буквально процентов на 15. Первые 8 тактов бит играет вот так. Затем меняется хорн. Make Unique на паттерне. У него просто появляется... Ну не так, а вот так. И потом снова так же как и было. Но вместе с ним меняется и Белл. Так что его тоже Make Unique. И он дублируется на октаву выше. Причем в последнем такте у него нету низких звуков. И звучит это типа... Потом вступает еще один Белл. И вместе с ним меняется паттерн кика и 808. Давайте сначала сделаем новый Белл. Играет это как-то вот так. Потом Е, G и просто Е. Потом снова F и G. Чтобы звучало поинтереснее, давайте добавим Flux Mini 2. Со стандартным преседом просто Mix. Убавим. Чтобы вот это легкое дрожжание появилось. Теперь Make Unique Kick. Просто убираем вот этот удар. Вот этот удар. Вот этот. И просто в конце добавляем вот сюда. То есть он будет совпадать один раз со снэром. Тоже Make Unique баса. В первых четырех тактах есть всего один удар по басу. Далее тоже один. И потом вот здесь вот тоже совпадающий со снэром. И все. И... И вот где-то здесь у нас уже идет эффект Tape Stop. То есть такое RAW замедление. Для этого на мастер-канал поставим KHS Tape Stop. Stop Time в нем ставим близко к максимуму. Start Time близко к минимуму. Жмем вот сюда. Вот жмем Play. Жмем правую кнопку мышки сюда. Create Automation Clip. Все время клип автоматизации должен быть на 100%. И на 0 он опустится тогда, когда нам нужно будет этот Tape Stop сделать. Вот здесь вот. Потом сделаем ему подъемчик. Потом будет биток как в начале, только без хорна. И... После вот этого будет идти кусок с высоким паттерном колокольчиков. Вот этот. И после этого тоже этот же паттерн. Только нам надо будет сейчас его за-ресэмплить. И так же как в треке Shake, нам нужно его со стретчем как-то растянуть, наверное. Вот так. Да. И чтобы окончание было поинтереснее, мы просто в конце сделаем ему тоже Tape Stop где-нибудь. Ну и потом уйдет, правда, звонок к какому-то марку. Честно говоря, без понятия кто это. Если вы знаете, можете написать в комментариях. И перед озоном на мастере мы можем приукрасить наш нуарный тромпет. Как? Артикуляциями. То есть сделать вот так вот и потом сделать вот так вот. Звучит же гораздо интереснее, чем просто вот так. На зоне Gentle View на Imagery мы немножко расширим в этот раз. Вот как-то вот так. После этого можно использовать Exciter. Gentle Tape. После этого я хочу использовать Newfangled Saturate. Это клипер, в котором мы просто жмем вот так. И на самом деле нет, как-то вот так. И Soft на Hard поменяем. Давим, пока не начинаются искажения. Вот такой биток получился. Вначале он мягкий и нуарный. Потом становится дрейковым и качающим. Короче, мне он понравился. Если вам тоже понравился, то обязательно ставьте лайк прямо под этим видео. Также напоминаю, что недавно вышел большой новый видеокурс по битмейкингу UFL Studio 20, который отлично подойдет для новичков. Чтобы узнать подробнее, напишите мне ссылка в описании. Подпишитесь на канал обязательно, если вы еще не подписались. Потому что если это видео понравилось, то я не могу. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok